Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами, как необходимо раскрутить свой сайт с нуля. Это частый наш вопрос, потому что к нам приходят в основном клиенты, у которых не раскрученные сайты. Конечно, есть те, у которых приходят уже с готовым трафиком. В данной ситуации мы применяем другую технологию, потому что мы расширяем, увеличиваем трафик. Но самая большая проблема именно как раз с молодыми сайтами, у которых нет трафика и они его только хотят получить. Поэтому в этом видео я поделюсь нашим списком, как необходимо продвигать свой сайт с нуля, потому что SEO это длительный процесс. Вы не можете получить трафики продажи быстро. Но если вы будете применять наши технологии, которые мы наработали уже за 10 лет практики, вы увеличите и ускорите этот процесс. Смотри это видео до конца и ты будешь знать точно, как необходимо продвигать свой сайт с нуля. Первое, где необходимо начать, это семантическое ядро. И тут сразу же возникает множество ошибок, потому что я их вижу постоянно. К нам бывает приходят клиенты, которые по 3 года не могут получить трафик. Что они делают? Они пытаются продвинуть стандартное семантическое ядро. То есть они собирают список ключевых слов с помощью кей-коллектора или каких-либо других инструментов. Там серпстат, hrf, semrush, это зависит от того, кто чем пользуется. И после этого они пытаются продвинуть какие-то высокочастотные ключи, которые потенциально должны дать много трафика. Это не работает для молодых сайтов. Не делайте эту ошибку. Сегодня ключи, они теряют свою роль. Да, они еще играют определенную роль, но их значение постоянно снижается. Об этом постоянно говорил Bing, Google и множество других поисковиков о том, что необходимо больше уделять внимание именно не ключам, а темам, то есть топикам. Что мы делаем? Мы находим темы, которые генерируют хороший трафик. При этом у них низкий уровень конкуренции. То есть мы не пытаемся переаранжировать там розетку, корреспонденты, множество других сайтов, у которых огромный авторитет. Если вы начинаете с нуля, вы должны конкурировать с такими же сайтами, как и вы, у которых нету этого авторитета и огромного уровня доверия. Поэтому, когда вы подбираете семантическое ядро, здесь важно выбрать именно те ключи, которые обладают низким уровнем конкуренции и при этом имеют трафик. На втором этапе, после того, как вы подобрали этот список ключей, эти темы, взяли, разгруппировали. Можете, кстати, воспользоваться нашим кластеризатором, который мы выложили на сайте. Там можно бесплатно огромный список ключей кластеризировать. И после того, как вы все это собрали, выберите именно там, где низкий уровень конкуренции. И после этого идет другой этап, не менее важный. Это проверить тот контент, который есть в топ-10. То есть, если вы видите, что контент в топ-10 классный, его действительно много, не пытайтесь переаранжировать эти сайты. Это огромная ошибка, что многие создают просто тоже классный контент и они не могут подвинуть другой классный контент. Люди его уже видели, им это неинтересно, они хотят получить что-то новое. Поэтому важно найти контент, который устарел или он слабый. То есть, какой-то, может, тонкий контент, где мало подана информация, то есть, раскрыть ее более широко. Поэтому на втором этапе найдите темы, действительно, которые собирают хороший трафик с каким-нибудь тонким или слабым контентом. Мы используем для этого HRFs. Ты можешь использовать Simrush, Serpstat, либо другой инструмент. То есть, найти эти темы. То есть, если вы пойдете в HRFs, нажмите Keyword Explorer, и там, то есть, Content Explorer, и там найдете именно определенные фильтры. То есть, мы обычно ставим фильтр, контент был опубликован больше, чем 3 года назад. Фильтр меньше 1000 слов и низкий уровень конкуренции. Все. После этого мы собираем огромный список, фильтруем то, что не релевантно нашему сайту, и все. И у вас практически готовый контент-план, и обращайте внимание именно на этот контент-план. И на третьем этапе, когда вы уже отсортировали список ключей, выбрали приоритеты, пересмотрели контент, обязательно изучите, что хочет получить пользователь по этому контенту. Потому что многие создают контент тот, который они хотят создавать. На самом-то деле, поисковик давно научился понимать, что хочет видеть пользователь. Допустим, если вы видите, что в топ-10 ранжируется список, или статья с ответом как, вы должны создать либо список, либо статья с ответом как. Вы не можете создать другой вид контента, который не релевантный намерению пользователя. То есть, Google давно это определил. Яндекс тоже самое. Он выдает контент, который хочет видеть люди. Поэтому обязательно пересматривайте именно намерения пользователя. Вот, к примеру, вы зайдите на наш сайт. Мы в основном ранжируемся именно по блогу. То есть, у нашей статьи блога приносят нам огромнейший трафик. Мы даже не пытаемся продвигать коммерческие страницы. Потому что пользователи это и не хотят видеть в топ-10. Они хотят видеть детальную информацию. Уже в ваших статьях вы можете перелинковать этот контент с какой-то коммерческой информацией. И непосредственно уже продавать и получать продажи. То есть, блог помогает охватить все воронки продаж. Поэтому на первом этапе собрали семантическое ядро. Выбрали ключи с низким уровнем конкуренции. Пересмотрели контент, чтобы он был устаревший и некачественный в топ-10. Соответственно, создать что-то качественное. И изучить намерения пользователя. Это просто обязательно. Ну, а на следующем этапе я передаю этот мячик Николаю. Так, всем привет. Меня зовут Николай Шмачков. Кто не в курсе. И сегодня мы пройдемся по тем обязательным шагам, которые действительно нужно было уделить при создании самостоятельной раскрутки сайта. Я считаю, что нужно уделить внимание еще таким вещам, как представленность вашей компании в поиске. Потому что вы можете сделать шикарный сайт с шикарным блогом, но попросту упустить этот момент. И, допустим, забыть себя добавить. Просто даже банально в справочнике, известной в ваших поисковых системах. Например, это Google Мой Бизнес и, конечно же, Яндекс Справочник. Если вы это забудете сделать, банально, есть очень высокая вероятность, что вы толком-то и нигде не появитесь. Потому что очень важно уделять внимание брендовой выдаче. Потому что чем больше вас будут читать, ваш блогом будет интересоваться, люди будут замечать, кто это автор этого блога, что это за сайт, чем он занимается. Они будут гуглить ваше название. Но если в брендовой выдаче они не увидят ничего, то, соответственно, это будет провальная стратегия. И я считаю, что оптимальный вариант, конечно же, не забывать об этом. Ну и, конечно же, очень важно уделять внимание в Google Мой Бизнесе банальным вещам. Это правильное время работы, правильный адрес, если у вас физический бизнес. Это, конечно же, уделять внимание отзывам. Если вы не физический бизнес, а какой-то веб-сервис, уделяйте внимание дайджестам. Не забывайте, чтобы вы появлялись в специальных списках специализированных сервисов. То есть множество сервисов сабмитятся на такие списки. И поэтому спарсить эти списки, места, куда нужно добавить себя, это must-have задача номер один для бизнеса, который только-только начинает свое начальное шествие. Потому что стоит вам создать свой сайт, даже сделать маломальский блог, вы должны хоть где-то появиться. В противном случае, в вашей статье попросту никто не найдет. И ваш сайт попросту никто не узнает. И поэтому я передаю слово, конечно же, обратно Анатолию к следующему шагу. И я хочу, чтобы он рассказал про другие методы продвижения, которые он знает. Опа! Я поймал этот мяч. Итак, следующим пунктом, который я люблю больше всего, я знаю, что многие соошники это игнорируют, это аудит юзабилити. У нас даже были соошники, которые говорили, не надо этому уделять внимания, мы больше смотрим на техническую оптимизацию. На самом-то деле, если вы посмотрите на наш сайт, вы увидите, что многие страницы у нас технически плохо оптимизированы. По одной простой причине, что мы уделили основное внимание именно аудиту юзабилити. У нас простая структура, которая действительно понятна пользователям. Один раз я встретил интересное исследование Брайана Дином, он как-то взял свою страницу, если вы знаете, у него там супер уникальный контент, супер классный, и он взял просто, его оптимизировал с технической оптимизацией, поднял с 15% по PageSpeed Insights Google, это бесплатный инструмент, ссылку я оставлю в описании, и поднял до 99%. При этом пришлось, конечно же, вырезать много картинок, много убрать информации, которые именно полезны для пользователей. В результате сайт не поменял позиции. На протяжении двух недель он отслеживал, будет ли измена позиций. Нет, сайт остался на том же месте. Соответственно, он понял, что техническая оптимизация не повлияла. При этом он увидел, что пользователи начали хуже относиться к этой странице, они начали ее покидать. Соответственно, он вернул обратно свои 15%, потому что аудит с сайта и вообще его юзабилити созданы именно для клиента. Помните, первоочередно клиент, он заходит на ваш сайт. Это не поисковый робот, это не поисковая машина, это именно человек. А поисковая машина изучает, что хочет человек. Поэтому мы уделяем огромное внимание именно классной структуре сайта. 76% пользователей ответили на вопрос, что для них самое важное. Это простота. Поэтому, если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что у нас простой дизайн. Максимально простой. Мы иногда жертвуем определенными моментами, то есть мы убираем некоторые пункты и перекидываем либо их в подвал, либо где-то в структуру, только для того, чтобы поддержать эту простоту. Не пытайтесь продать все с одной страницы вашего сайта. Зайдите на сайт Apple. Простой, удобный, легкий сайт. Почему они создали такой сайт? У них там тысячи продуктов. Возьмите тот же Samsung. У них там тоже тысячи продуктов, но при этом там простота. Это сделано с единой целью, чтобы пользователь не потерялся в вашем сайте. Эйнштейн как-то сказал, создавайте просто, но не проще, чем нужно. То есть используйте эту догму для своего сайта. То есть сделайте максимально простой дизайн. Не усложнять, уберите все ненужные элементы. Это поможет вашему пользователю не потеряться в вашем сайте. Это покажет хорошие поведенческие факторы. Потому что тот, кто теряется, он просто его закрывает, теряет и забывает. Аудит юзабилити обязательно обратите внимание на структуру вашего сайта, чтобы она была визуально понятная. Потому что вы не оцениваете себя с точки зрения продвинутого пользователя. К примеру, я когда беру сайт клиента, что я делаю? Я пересматриваю его структуру и говорю, вы знаете, вот мне она понятная, потому что я продвинутый пользователь. Но основная масса не продвинутая, они понятия не имеют, куда перейти. Поэтому максимально упростите, чтобы даже бабушки и дедушки 90 лет поняли, как пользоваться вашим сайтом. Чтобы дети, которым нету 10 лет, поняли, как пользоваться вашим сайтом. То есть спросите мнение у других. Это, кстати, очень хорошо помогает. Обязательно в вашем аудит юзабилити обратите внимание на страницы, которые вызывают доверие. Это страница о нас, это страница блога авторов блоги, это страница контакта и многое другое. То есть, возможно, какая-то политика конфиденциальности. Если эти страницы есть, тогда пользователь больше доверяет вашему сайту. Поисковики это видят. Они даже ввели определенный параметр, который называется your money, your life. Это по-английски. Это означает, что если пользователь вызывает, ваш сайт вызывает доверие, соответственно, он начинает его лучше ранжировать и давать больше трафика. Поэтому, если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что у нас множество фотографий, имена, фамилии всей нашей команды. Это сделано для того, чтобы люди хотят работать с людьми, а не с роботами, не с брендом, не с компанией. То есть, поделитесь этой информацией, максимально на странице о нас, в блоге, везде, где вы можете, вставьте ваши фотографии, потому что это вызовет просто банальное доверие. И в своем блоге, вот, к примеру, если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что мы пишем огромные гайды. Чем больше деталей вы информации дадите, тем лучше для вашего пользователя. Но вы увидите, что у нас есть везде контент. И если кому-то тяжело читать огромную эту длинную статью, я понимаю, у нас мало времени у всех, у нас слева в блоге есть пункт, который позволяет быстренько перейти в необходимый элемент. То есть, это мы упрощаем для пользователей. Простота, много деталей, информации не усложняйте. Вы знаете, как скульпторы делают? По-моему, это Леонардо да Винчи говорил, он берет камень и отсекает все лишнее. То же самое сделайте с вашим сайтом. Вы хотите все продать с одной страницы? Отсеките, оставьте самые важные элементы, тогда вы продадите больше, тогда ваш сайт будет лучше ранжироваться. Ну, а я передаю слово Николаю. Да, теперь мы перейдем к более глубоким проблемам, которые мы немножечко обошли стороной. Я предлагаю это не совсем технический аудит, но хотя в целом я бы зацепил и технический аудит, и одновременно представление вашего сайта в поиске. Давайте в первую очередь разберемся, что мы хотим в поиске видеть. Мы хотим, конечно, в поиске видеть выдачу нашего сайта. А что помогает нам в нашей выдаче сайта? Первое, что приходит в голову, конечно же, это тайтлы и дескрипшн. Тайтлы и дескрипшн должны быть максимально релевантны контенту, который на них размещен. Не нужно писать тайтлы, которые вводят в обман пользователя. Выбирайте наиболее кликабельный тайтл. Выбирайте правильные ключевые слова в тайтл. У нас большущие исследования, ссылочка будет в описании, какие ключевые слова лучше работают в тайтл. Мы знаем, что цифры, скобки прекрасно увеличивают кликабельность. Мы знаем, какие ключевые слова привлекают гораздо больше кликов, чем другие. Яркий пример. Если вы используете в тайтле ключевое слово «как», его кликнут чаще, чем если вы это слово не используете в статье блога. Точно так же, если будет использовано слово «обзор» к продукту для статьи блога, его кликнут гораздо чаще, чем если вы это слово «обзор» не используете. Множество таких трюков и гайдов мы собрали и расположили все в нашей статье. Я рекомендую всем сходить и ее почитать. Для самостоятельной раскрутки и правильного выбора тайтлов однозначно вам поможет. Касательно description. Description – это такой зверь, который все раньше думали, что он не показывается. Но с недавних пор, с введением emoji, появившихся в description, description стали массово показываться на коммерческих страницах. И я чувствую, мы запишем отдельное видео, которое посвященное феномену description 2020 года. Это то, что description вернулись обратно в выдачу в виде конкретных УТП с emoji. Именно emoji дали вторую жизнь description. Не старый телефончик, а именно красивые, сочные emoji, которые используются для того, чтобы привлечь кликабельность. И Google показывает description в том случае, когда он лучше ранжируется, когда он лучше кликается. При увеличении кликабельности выбирается не фрагмент контента, а именно description. И есть целый ряд ниш, где description показываются в обязательном варианте, а только потом изредка показывается контент. И мы с этим столкнулись. И да, действительно, в этом направлении стоит копать. Title и description. У нас есть большущие видео, которые мы снимали на нашем канале. И у нас есть специальный калькулятор Title, который позволяет грамотно подобрать Title и description для всего вашего сайта, проанализировать контент на вашем сайте. Ссылочка на утилиту будет в описании. Утилита бесплатная, позволяет сканировать все ваши сайты. На текущий момент она находится в временном бета-тестировании, но я чувствую, что в будущем она будет полностью со всем функционалом, который мы в него задумали. Так что обязательно заходите на утилиту. Ссылочку, еще раз говорю, в описании. Здесь вы можете увидеть скриншоты, как она выглядит, как она работает, что она показывает, как она позволяет работать. Обратите внимание, утилита реально мощная и позволит вам подобрать успешный Title и description для вашего сайта. И перейдем к следующему, как говорится, этапу. Это микроразметка. Вы, наверное, замечали, что в выдаче иногда некоторых сайтов выглядит иначе. Для некоторых видов статей подтягиваются другие виды изображения. Это работа микроразметки. По поводу микроразметки есть большая статья, которая посвящена этому. Она написана и у нас на сайте. Ссылочка будет в описании. И я хочу рассказать, что в микроразметке существует несколько видов. Самая известная микроразметка это продукт или товар, который используется для микроразметки страниц с вашим продуктом. Она позволяет указать наличие товара, название, его изображение, цену. И есть определенные гайдлайны, которые говорят, какое изображение должно быть, что вы должны разметить, какие пункты нужно обязательно отметить. Следует помнить, что если вы продаете книги, микроразметка продукт отличается. Вы должны об этом тоже знать. Если у вас есть товары, как говорится, услуги, микроразметка используется в ограниченном варианте. Но есть элементы, которые нужно использовать тоже обязательно для этой микроразметки. Если вы какие-то моменты упустите, микроразметка будет выдавать ошибки. Соответственно, появление расширенного сниппета следует не ожидать. Второй момент, эта микроразметка, это ивент. Она предлагается для страниц событий, которые привязаны к конкретным датам. Микроразметка ивент должна устанавливаться на все страницы, которые посвящены тем мероприятиям, которые планируются в вашей компании. И вы действительно можете быть крупной компанией, но если вы не отформите эту микроразметку, ваша страница мероприятия продвигаться не будет. И по запросу названия мероприятия, она будет иметь скучную выдачу, а некрасивую выдачу, как для мероприятий. Следующая микроразметка подойдет вкусным сайтам, это рецепты. Микроразметка рецепты позволяет выводить красиво рецепты для вашего сайта. И здесь я могу сказать, рецепты это идеальная микроразметка, потому что она годится только для определенного типа контента. Если у вас кулинарный блок, вы обязаны ставить эту микроразметку, а не другую, про которую я скажу чуть дальше. Да, следующая микроразметка это артикл или статья. Она имеет определенные требования, согласно, как Анатолий сказал, рекомендации Your Money, Your Life, она обязана содержать определенные элементы. Это реальный автор статьи, дата, когда статья опубликована, желательно дата, когда статья обновлена. И, конечно же, она должна содержать грамотно прописанный текст с ссылками на фактические материалы, если это возможно. И, конечно же, она тоже должна быть грамотно оформлена в плане глав и структуры под глав. Иначе эта статья будет очень плохо продвигаться и Google будет к ней относиться некачественно. Грубейшая ошибка является, когда микроразметку продукт ставят на статью или микроразметку артикл ставят на страницу товара. Это грубейшая ошибка, которую я увидел у 70% сайтов молодых клиентов, которые приходили к нам. Как это происходит? Скорее всего, потому что иногда скачивается тема из-за незнания, куда какой контент вставлять, вставляется куда-то наоборот статья и наоборот товар. Чаще всего это действительно для не интернет-магазинов, а для сайтов, которые занимаются услуги, такая проблема встречается. Если у вас такая проблема на сайте, напишите в комментариях и хотелось бы узнать, действительно заметили ли вы после этого ролика, что у вас стоит не та микроразметка. Проверить микроразметку можно при помощи бесплатного инструмента, ссылочка в описании. Точно так же перейдите, она бесплатная, вы можете забить любую страницу и посмотреть, какая микроразметка у вас стоит. Следующая микроразметка, условно говоря, называется Video Object. Ее нужно ставить на ролики на вашем контенте. Она может быть как на страничках блога, так и на страничках товаров, но там, где есть реальный видеоконтент. Для чего? Для того, чтобы его обрамлять и Google к нему лучше относился. Идеально, конечно, обрамлять свой собственный контент, чтобы он лучше продвигался. Следующая микроразметка, это Review для специализированных страниц, отзывов на вашем сайте. Если у вас на сайте есть функционал, где пользователи могут оставлять отзывы, эта микроразметка обязательно, потому что она ранжируется особым способом. Это полезно для тех сайтов, которые действительно являются агрегаторами и собирают отзывы от посетителей сайта и оставляют отзывы на конкретной странице товаров. Учтите, метка отзывы для страниц Article, она другая. Это страница Review для совсем других целей. Ну и, конечно, самая важная микроразметка это Organization и Website. Они должны стоять на каждой странице сайта и должны фактически, в первую очередь, должны стоять на главной странице сайта. Главная страница сайта определяется по страничке Organization и Website. Иногда Organization может стоять в формате Local Business. Если это, снова говоря, бизнес в вашем небольшом городе, который имеет физический адрес, можно использовать Local Business. Ну и, конечно, микроразметка, которая ставится на все страницы, кроме главной, она называется Хлебные крошки или Навигационное меню, или Дублирующее меню, как ее называют в Википедии. Да, это такое вот странное название, Навигационное меню на самом деле. Это те самые Хлебные крошки по Гензель и Гретель, которые есть. Микроразметка обязательно нужна, потому что она позволяет грамотно показывать в мобильной, то есть непосредственно в выдаче поиска правильное прописание категории страницы, на которые в данный момент попадет пользователь. Потому что именно вот этот момент Хлебные крошки лучше выглядит, когда это не транслитерация, а написанное на вашем языке полноценное описание страницы рубрики, в которую пользователь потенциально может попасть. И, собственно, какие языки микроразметки существуют? есть очень важный нюанс, который не знают SEOшники, которые продвигают сайты. Если ваш сайт планируется продвигаться непосредственно в Яндексе и в Гугле, то вы не должны ставить микроразметку JSON-LD. Да, к сожалению, Яндекс ее до сих пор не понимает, и поэтому вы вынуждены ставить микроразметку микродата, которая является фактически устаревшей. Но, если вы работаете не на рынке РФ, а на других рынках, то однозначно я рекомендую ставить микроразметку формата JSON-LD. Ее код гораздо меньше и страница из этого становится гораздо легче. Следующий момент, собственно, на что бы я обратил внимание, это, конечно же, недавние изменения, связанные с коронавирусом. Вы должны знать, что Google ввел соответствующую микроразметку, которая отмечает перенесенные события, отмененные события и события, которые приостановлены на неопределенный срок. Их тоже нужно правильно учитывать. Следите за новостями, которые говорит Google. Это очень важно, потому что, если вы не уделите внимания, если ваш сайт связан как-то с какими-то событиями, которые запланированы, ивентами, и они в силу, допустим, карантина повлияли на ваш бизнес, то они могут очень негативно сказаться на вашем продвижении, если, условно говоря, событие есть, а в итоге его нет. И если это заметят асессоры, ваш сайт будет понизить жены в выдаче, как, собственно, предупреждают на гайдлайнах. Поэтому единственный вариант это следовать действительно свежим новостям в связи с веянием. А я слово передаю, конечно же, Анатолию. Опа! Спасибо, Николай! Ну и последним своим пунктом я хотел бы рассказать, почему необходимо продвигаться не только по SEO. Я знаю, что многие концентрируют внимание, они хотят получить трафик с Google, но при этом же есть множество других каналов, которые почему-то игнорируются. Это те же социалки. 3 миллиарда людей сидят в социалках. Там огромный трафик, там огромный потенциал. Вы можете просто классно продавать свои продукты и товары. К примеру, вот мы продвигаем наше видео в YouTube, мы получаем оттуда клиентов и продажи. Мы не просто так снимаем видео для YouTube, потому что оно еще и помогает продвигать SEO. Мы заметили, что чем больше мы продвигаемся в YouTube, чем выше продвигается наш сайт. Я не знаю, взаимосвязь, конечно же, есть, потому что мы и сайт продвигаем при этом. Но при этом вам надо охватить хоть одну какую-то социалку, потому что многие пользователи, переходя на ваш сайт, если они вас не знают, они проверяют, а что про вас люди говорят в социалках? И они, соответственно, смотрят. А где вы представлены? Facebook, ВКонтакте, YouTube или где-либо. То есть вам обязательно надо охватить хоть одну социалку, но не только с точки зрения просто помочь своему SEO, а с точки зрения реально продавать. К примеру, мы это делаем в YouTube. В англоязычном сегменте мы взяли LinkedIn, потому что там бизнес-аудитория, там серьезные люди, там серьезные клиенты и, соответственно, мы в LinkedIn продвигаемся, у нас там уже больше 11 тысяч подписчиков. В русскоязычном сегменте мы взяли YouTube. Вы можете взять какие-то другие социалки, но запомните, что важно уделять внимание социалке не для усиления SEO, а для отдельного источника продаж, потому что мы не можем сегодня положиться просто на один источник. К примеру, Google может поменять свои алгоритмы, Яндекс это может сделать, социалка это может сделать, соответственно, вы можете все это потерять. Поэтому важно быть разносторонним и лучше всего это развивать свой бренд. К примеру, если у вас серьезный бренд, он представлен в социалках, то и SEO будет по Google хорошо работать и также самый дополнительный будет трафик социалок, когда будет именно искать ваше имя, ваш бренд. Выберите какую-то одну социалку. Вы можете взять несколько социалок, многие таки делают, но для этого должны быть ресурсы, потому что я знаю, что многие молодые сайты, они пытаются продвинуться и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, а при этом у них нет ресурсов и это все делает один человек. Это ошибка. Я объясню, почему, потому что когда один человек полностью посвящает все свое время одной социалке, оно дает результаты. Когда он начинает распыляться на несколько, он немного уделил времени тут, немного тут, немного тут, в конце концов, он нигде не продвинулся. Многие известные авторы, они брали одну социалку, к примеру, тот же Гарри Вилл. Он там сначала продвинулся сильно в Твиттере, потом продвинулся везде. Конечно, у него уже появились ресурсы, возможности, он начал продвигаться везде. Допустим, Чарли Дамата, которая продвинулась в ТикТоке, она начинала с ТикТока. После этого она продвинулась в Ютубе и в Инстаграме. Просто там миллионы подписчиков, вообще там сумасшествия. И то же самое сделайте вы. Не пытайтесь взять все социалки. Возьмите какую-то одну, изучите, посмотрите, какие алгоритмы. В интернете полно гайдов, как продвигаться в Инстаграме, в Фейсбуке. Возьмите какую-то одну и уделяйте практически все свое время или там посадите человека, который будет полностью поглощен этой социалкой. Главное, чтобы он был заинтересован. Потому что, я знаю, мы много раз сажали людей, которые просто были не заинтересованы и не понимали, как это работает, результатов это не давало. Поэтому мне приходилось садиться самим, разбираться и после этого делегировать эту работу. Социалка – это отдельный источник продаж. Многие делают ошибку в социалках в том, что они пытаются там продавать. Но аудитория в социалках, она не хочет покупать. Она пришла сюда просто быть вовлеченным в контент, посмотреть, как живут их друзья, полайкать их фотки, видео и тому подобное. То есть, вам необходимо создавать немного другой вид контента. К примеру, мы на YouTube создаем образовательный контент. То есть, мы рассказываем, как продвигать сайты. Это нам помогает и какая-то определенная часть аудитории, заказывает нашу услугу, потому что не все будут это самостоятельно делать. Это правильно, это хорошо. То есть, мы охватываем все воронки продаж. То же самое сделайте в Facebook и в любых других социалках. Это огромная ошибка тех, которые просто заходят в социалку и сразу начинают продавать, продавать, какие-то коммерческие посты. Никому это не интересно, у них результатов нет, это не работает. Вы можете иногда где-то вставить какой-то коммерческий контент, но это даже не правило Паретта, не 20 на 80. Это должен быть 1%, 2% какой-то коммерческий контент. Все остальное это просто продвижение вашего бренда, имени. Люди, кому это надо, сами перейдут на ваш сайт и закажут вашу услугу, если вы подчеркнете свою экспертность. Поэтому выберите какую-то социалку, первоочередно продвиньтесь там, потом пытайтесь охватить все остальные. Ну, я передаю слово Николаю. Итак, я тоже хочу завершить все это видео. Оно достаточно будет обучающим. Рекомендую нажимать на паузу, если вы где-то что-то не успели, потому что мы стараемся очень быстро останавливаться на всех местах. И, конечно же, я уделю внимание, конечно же, ссылкам. Да, потому что без ссылок продвигаться невозможно. Многие скажут, важна скорость, важна мобильная выдача. Ребята, вы и так это все знаете без нас. Скорость важна, мобильная выдача важна. Это все важно. Но в какие приоритеты, я так скажу, как Анатолий сказал по поводу сайта Brian1, скорость важна до определенного момента. Ваш сайт должен просто успевать достаточно быстро грузиться. То есть, он должен прогружаться достаточно быстро. Загрузка первого экрана на мобильной выдаче считается важным показателем, на который нужно обращать внимание. Простые два правила, которые вы должны выучить. Скрипты должны грузиться последними, изображения должны быть сжаты. Все. Эти два ключевых правила вы должны знать по умолчанию. И, как бы, если у вас плохой хостинг, поменяйте его. Это третье правило, которое тоже можно знать. Больше по скорости я вам ничего такого сверх не скажу. Но важный фактор действительно ссылки. И правильная стратегия построения ссылок и является краеугольным камнем самостоятельной раскрутки сайта. Почему? Потому что айрест ссылочек вы будете делать самостоятельно. Вам не будет их делать сеошник. Некоторые ссылочки придется делать своими руками. И я расскажу, какие ссылочки придется делать ручками. В первую очередь это внутренние ссылки. Внутренние ссылки или а-ля перелинковка делается исключительно в процессе создания сайта. Вы должны перелинковать разделы так, чтобы по ним можно было легко вернуться назад, легко вернуться на любой этап сложной вложенности вашего ресурса. У вас должна быть простая действительно навигация на ресурсе через шапку, через подвал. Вы должны иметь возможность дойти до любой страницы, которая является на вашем сайте и индексируется. Вы должны реализовать полностью всю внутреннюю перелинковку от главной страницы до конкретной страницы, на которую нужно попасть. Во-вторых, вы должны учесть перелинковку из самых популярных статей, которые вы написали блога, на те страницы, на которые нужно передать вес. То есть страница, допустим, которая имеет наибольший вес по ключевым словам, должна грамотно распределять вес по тем страницам, которые вы создали и которые вы хотите, конечно же, поднять по коммерческим ключам. То есть вы не будете продвигаться по коммерческому ключу, вы будете продвигать блог, а блог будет продвигать коммерческие страницы, передавая на них вес за счет внутренних ссылок. внимание перелинковки, то по факту у вас поднимется блок, а главная страница будет ранжироваться плохо, из-за этого ее рейтинг будет достаточно низким и внутренней странице тоже будет иметь достаточно низкий рейтинг, поэтому внутренней перелинковки уделяем обязательно внимание. Как это делать? У нас есть много материалов по этой теме. Нужно выбирать правильные анкоры и конечно же анкорить на эти страницы. Следует помнить каких анкоров следует избегать. Избегать анкоров тут здесь там тут почитать а берите анкоры реальное название страницы фактически аж один тех страниц на которые вы будете вести второй момент на что нужно обратить внимание это внешние ссылки и здесь действительно нет универсального рецепта первую очередь вам придется изучать конкурентов изучать своих прямых конкурентов изучать непрямых конкурентов изучать релевантные сайты я говорил чем разница между ними но я напомню для тех кто смотрит нас впервые прямые конкуренты это когда ваша семантика практически совпадает вот вы маленький сайт есть такой же маленький сайт с кем вы конкурируете и может быть даже крупный сайт который съедает вас полностью по всей семантики не прямой конкурент условно говоря это такой конкурент с которым вы пересекаетесь по небольшому количеству семантики то есть он допустим вы продаете товар x он продает товар y и у вас есть общий товар z то есть по факту товар x и товар y не конкурируют между собой но вот по какому-то товару z вы с ними сцепились и вот это ваш непрямой конкурент и есть релевантные конкуренты которые являются не вашими конкурентами по бизнесу но вашими конкурентами по выдаче по факту например я хочу написать статью про хребс моим конкурентом является сама хребс если я хочу написать про какой-то термин моим иногда конкурентом может являться википедия на которой этот термин расписан если я продаю товары и услуги моим конкурентом в таком случае может являться прайс агрегатор на котором размещены все магазины включая меня и здесь стратегия борьбы с такими непрямыми релевантными конкурентами только одна если ты не можешь победить начни с ними сотрудничать пытайтесь с ними начать работу узнаете какие у них условия партнерства и партнерские ссылки это один из вариантов продвижения бизнеса на старте когда вы условно говоря размещаете свои товары и услуги на сайтах которые являются лидерами рынка но позволяют это сделать конечно же если он не позволяет это сделать то нужно искать другие способы партнерства и здесь можно выступать разными способами можно спонсировать некоммерческие организации можно заняться стратегией scholarship например получать ссылки из сайтов вузов и позволяя как бы таким образом размещая соответствующую программу у себя на сайте получать ссылки со всех вузов со всех правительственных сайтов которые просто на вас ссылается абсолютно бесплатно ну и конечно же мы не забываем что есть следующий тип ссылок которые вы однозначно должны пройтись вы их спарсите когда будете работать со всеми конкурентами это конечно же справочники и каталоги я не говорю про прогоны каталогов я про это говорил своем подкасте не забывайте у нас есть подкасты я много чего рассказывал по этой теме прогон каталогов я не имею ни в коем случае я имею ввиду естественно регистрацию вашего сайта в каталогах справочниках спарсите список всех справочников которые существуют это может быть кто угодно и дубль гиз это может быть и золотые страницы это могут быть и каталоги какие-то крупные то есть которые существуют в вашей нише как это сделать легко пройтись по всем конкурентам либо забить справочник организации вашего города и выловить все что будет находиться в топ-100 вероятнее всего из них 20 процентов это то что вам нужно это сайты действительно которые забирают трафик и на них следует разместиться с какой целью во-первых если вы на них разместитесь вы будете отслеживать отзывы которые оставляют о вас покупатели вы будете свое время на них реагировать и как говорится взаимодействовать с ними во вторых если вы зарегистрируетесь на них вы получите естественный ссылочный профиль и по запросу брендовому будете только вы а не кто другой ну и в третьих нужно делать это чем раньше чем сделать конкуренты после конкуренты зарегают ваш сайт под условно говоря под своими данными они еще могут таким образом сектор каталогов даже клиентов забирать либо негативные отзывы на вас штопать и потом таким образом обвалят всю вашу репутацию а вы об этом даже знать не будете поэтому с этого нужно начинать каталоги это первое что вы должны доверить вашей секретарше маши зарегистрировать в первую очередь списке каталогов можно спарсить разными методами мы это умеем делать мы про это рассказывали и на вебинарах и в наших роликах рекомендуем сходить на наши ролики и посмотреть их мы много чего по этому теме говорили следующий момент это упоминание в сми рано или поздно вы станете как говорится хотите что-то разрекламировать какое-то событие допустим вот вы стали спонсоров там не знаю там действительно велопробега вы захотите об этом рассказать но как вы в этом расскажите вам придется идти в сми писать об этом статье что вы являетесь спонсорами такое-то такое-то там мероприятие и искать эти сми какие сми брать какого рейтинга как размещаться в этих сми это действительно такая работа которая является достаточно сложной мы можем по этой теме у вас конечно проконсультировать у нас был даже большущий вебинар на эту тему рекомендуем сходить посмотреть и правильный выбор инфоповодов это действительно то что нужно делать для развития вашего сайта и эти ссылки можно получать самостоятельно раскручивая таким образом свой проект даже не привлекать для этих целей сеошника единственный момент это подобрать текстовку вот этом плане действительно сеошник может помочь выбрать такие ключи которые действительно привлекут внимание и тема которая действительно привлечет внимание читателей ну и конечно же я имею ввиду что нужно пиарить события например если вы работаете по разным бизнесом в разных книжек бизнеса и вы проводите какие-то встречи семинары вебинары все что угодно то есть проводите конференции создавайте страницы этих событий и размещайте их на сайтах событий это делать можно самостоятельно поставить это на поток и если у вас допустим каждый месяц проводится какая-то конференция просто прогонять ее по сервисам где размещаются события их спарсить точно также легко как и сайты каталогов и размещаться довольно просто мы этот метод опробовали недавно он прекрасно работает и для самостоятельной раскрутки проекта однозначно подойдет и конечно же финальная и как бы этап линкбилдинга который я бы обратил внимание это гостевой постинг здесь по этому поводу можно говорить очень много но я знаю один простой рецепт который вы можете взять себе на вооружение для своего бизнеса возьмите у сеошника который вам создать темы для статей по тонкому контенту возьмите все т.з. ну допустим т.з. который он вам дал на этот период по контент плану и возьмите одно т.з. отдайте пяти авторам тот автор который напишет лучше берите себе на блог все остальные авторы которые написали похуже используйте для гостевых постинг парсите авторов с которыми можно сотрудничать ищите площадки куда это можно разместить если условно говоря вы вас никуда не получилось разместить всегда есть крайних случаях сайты из которых куда это можно все залить сайты веб 2.0 всевозможные wordpress.com например там народ.ru сайты такого плана и конечно же яндекс дзен для блога однозначно подает медиум я могу так сказать перечислять эти сайты можно бесконечно там blogspot.com их огромное количество все что не подошло можно разместить таким образом на сторонние источники ссылкой на себя ну и конечно же я рекомендую конечно же размещаться каждый раз на разные домины и делать себе разные блоги таким образом для гостевого постинга это стратегия прекрасно подойдет потому что на одно т.з. вы получаете 5-6 текстов один себе а 4 которые ссылаются на вашу статью размещайте на сторонних источниках и таким образом резко повышайте вес своей свежеразмещенной странички простой рецепт один к четырем и буквально за несколько месяцев ваша статья получит жирный трафик а ваш сайт получит офигенный boost для продвижения своего сайта и мяч на моем поле на этом моменте я хочу сказать ребята спасибо что остаетесь с нами не забываем подписываться на наш канал жмем на волшебный колокольчик выбираем получать все рекомендации потому что у колокольчика есть три функции ну и конечно же не забываем что у нас есть аудио подкаст где каждый день выходят очень важные в 5-7 минут выжатая информация по какой-то одной узкой теме также не забываем что у нас есть телеграм-канал где мы делаем анонсы всех наших будущих мероприятий и свежевышедший контент на нашем блоге ну и конечно же я всех буду рад видеть на нашем блоге в котором тонны полезной информации где мы все это расписываем и постоянно обновляем то есть у нас редко встретишь устаревший контент и конечно же и буду рад вашим комментариям под этим видео до новых встреч